Давайте начнем. Итак, еще раз всем спасибо, что присоединились. Буквально несколько дней осталось до Нового года, и это здорово, что вот мы заканчиваем такой интересной темой. Я думаю, что вам будет полезно. Когда я планировал этот вебинар, в принципе, я думал о том, как лучше это все рассказать и как сделать там более практичную часть. Ну, посмотрим, насколько это получится, потому что вчера у меня были некие проблемы с интернетом. Надеюсь, что сегодня их не будет. По формату, так я и рассказал, что запись будет, все будет. Значит, по времени это примерно час, поэтому просто планируйте свое время. Так, хорошо. И наша тема сегодня звучит, как самостоятельно создать лонг-рит, отчет работы организации или строительство социальной компании. То есть мы сегодня будем говорить о том, как это сделать самостоятельно. Это, в принципе, несложно, и каждый сможет это сделать, кто умеет пользоваться компьютером. Меня зовут Алексей Ницца. Я являюсь вент-редактором Теплицы. И в то же время я провожу вебинары и делаю видеоуроки. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете мне писать напрямую на этот мейл. Я с радостью отвечу. То есть какие-то любые замечания, предложения, все что угодно, пишите. Те, кто не знает, кто мы такие или не видел наш сайт, возможно, люди, которые смотрят в записи, у них может такой вопрос возникнуть. Я пару слов скажу. В первую очередь мы являемся общественным образовательным проектом, и наша основная аудитория состоит из двух частей. В первую очередь это некоммерческие организации или некоммерческие проекты. И с другой стороны это IT-сектор, то есть это IT-специалисты, программисты и так далее. И вот мы рассказываем друг другу о том, как они могут помочь, собственно, друг другу, потому что некоммерческие проекты делают очень важное дело, а IT-сектор, они знают, как сделать что-то классное, интересное, и вот если их свести вместе, то может получиться очень здорово. И на нашем сайте мы много пишем об этом, много собираем всяких приложений, не видно и не слышно. Пожалуйста, напишите кто-нибудь в чат, что если у кого-то какие-то проблемы со связью, это единственный способ перезагрузить страницу. Вот. Окей, F5. И далее, да. И мы, собственно, делаем много интересных подборок. В общем, те, кто не читает, нас очень советуют достаточно много чего интересного. Даже если вы не занимаетесь какими-то некоммерческими проектами, в том числе, это будет вам интересно. По поводу вебинаров, опять же, мы проводим два вебинара в месяц, соответственно, за последний год их уже было логично, что это последний, 24-й. Поэтому, если вы какие-то не видели, вы можете посмотреть, что это было. В принципе, есть много чего интересного, поэтому вы можете зайти на... в раздел на нашем сайте этого мероприятия и раздел вебинара. Либо вы можете посмотреть в нашем плейлисте на YouTube, собственно, я там тоже выкладываю записи. Кому как удобнее. В описании к каждому видео есть, в том числе, ссылка на презентацию. А по поводу того, что такое там скринкаст или онлайн-уроки, такие небольшие видео, опять же, наверное, некоторые или многие уже смотрели. В любом случае, это полезные такие небольшие видео, которые расскажут о том, как пользоваться тем или иным онлайн-сервисом или программой. В основном это все-таки онлайн-сервис, и это удобство в том, что все у вас работает в вашем браузере, независимо от того, какие программы у вас установлены. Сейчас уже более 100 видеоуроков, скринкастов, соответственно, опять же, посмотрите, если не видели, может быть, что-то новое для себя найдете. Там много чего интересного в связи с безопасностью, с дизайном, ну и так далее, разные темы. То есть то, что может вам помочь в вашей работе, учебе, просто лично в каких-то делах. Все, что касаемо интернета. Так, и переходим непосредственно к конкретике. Сегодня будем говорить о цифровых медиа и об этом в контексте, собственно, как цифровые медиа позволяют нам коммуницировать с целевой аудиторией. Вот мне кажется, это важно понимать, что сейчас уже неважно, чем вы занимаетесь, вы обязательно должны иметь какие-то свои представительства в интернете, потому что если у вас нет представительства в интернете, вы теряете очень большую часть вашей целевой аудитории, либо тех новых людей, кто может стать вашей целевой аудиторией. Поэтому огромное значение имеет сейчас интернет. И вот, как вы видели эту картинку, которая изучала, как самостоятельно создать лонгри, вот именно здесь важно понимать, что ключевое слово самостоятельно. Я долго и долго упорно, и не только я, да, в принципе, в наших вебинарах, а вообще вот в том, что мы делаем, мы делаем упор именно на слово самостоятельно, когда вы можете научиться чему-то, получить какие-то определенные навыки и потом их использовать. Это большой плюс, потому что, во-первых, вы не будете зависеть ни от кого, ни от каких-то разработчиков, дизайнеров и так далее. Понятно, что у каждого человека возможности, желания, время ограничено и свое, но, тем не менее, сейчас уже существуют такие сервисы, которые позволяют делать хороший контент самостоятельно. То есть, когда, ну, условно говоря, ошибиться невозможно. Неважно, как вы сделаете, плохо у вас не получится уже. То есть, это не белый лист, когда вам дают ручку, да, и сказать, там, например, нарисуйте мне там животное. Естественно, например, я рисовать не умею, у меня ничего не получится. Сейчас, в принципе, мы избавляемся от так называемых белых листов, да, и все мы делаем, например, по каким-то шаблонам и по таким по хорошему, ну, в хорошем смысле слова по шаблонам, по хорошо продуманным таким вещам. И вот, ну, чтобы просто подвести к тому вообще, о чем мы будем говорить, если брать все-таки деятельность некоммерческой организации, и, в принципе, опять же, если вы не связаны с некоммерческой организацией, то вы можете это, как бы, ну, переводить на свою деятельность. Это, в принципе, совершенно неважно. Но если говорить о некоммерческой именно организации, то тут можно выделить три основные вот такие вот моменты их деятельности. В первую очередь, это, естественно, привлечение внимания к проблеме. То есть, основная цель вообще любой некоммерческой инициативы – показать, что существует проблема, обратить внимание людей на эту проблему, и чтобы они что-то с этим сделали, в том числе они. То есть, потому что, как бы, ну, у каждого своя целевая аудитория, но в том числе вот сами люди могут отнести какие-то изменения. Следующий, как бы, вариант – это сбор пожертвований на решение проблемы, когда определяется и описывается некая проблема, которая существует, да, о которой, в принципе, все знают, также признают, но в том числе на решение этой проблемы необходимы какие-то определенные средства, и вот, собственно, деятельность некоммерческой инициативы, проекта, организации может быть направлена именно на то, чтобы собирать пожертвования, собирать средства на решение этой проблемы. И третье – это публикация результатов деятельности. Это очень важно, потому что если вы, в первую очередь, собираете пожертвования, и вообще, чтобы понять, насколько эффективно вы работаете, там, тратите ваше время, силы и так далее, то есть необходимо обязательно показывать результаты вашего труда, и это обычно у некоммерческих организаций, это что? Правильно, это отчеты. Отчеты, которые, в первую очередь, они, конечно, не всегда публичные и не всегда понятные вообще среднестатистически, ну, вообще любым, в принципе, людям со стороны. Поэтому вот зачем я это все выделил, в общем, я хочу сказать о том, что вот эти три пункта, они очень важны, и вот если вы поймете, как правильно показывать вот эту деятельность через цифровые медиа, тогда вы будете намного ближе к вашей аудитории, они будут, как бы, более лояльны вам, потому что они будут понимать, что вы действительно делаете классные вещи. Как это связано с лонгридами? А я сейчас расскажу. Предвосхищая, да. Сейчас я покажу несколько примеров о том, что, собственно, как можно подходить вот к этим трем, собственно, примерам, да, деятельности. Первый пример мне очень запомнился, это был такой проект на Здрафт Кэмпе, который проводился, по-моему, чуть ли не пару лет назад на нашем хакатоне. Условно говоря, это был такой проект, который своей целью ставил привлечение внимания к заболеванию под названием порфирии, который является очень, ну, то есть очень серьезным, и если не предпринимать какие-то действия, то буквально через какое-то время человек может просто погибнуть. И вот обычно, если брать, например, средние какие-то вот информативные материалы об этом, да, то обычно это такие какие-то долгие статьи, либо какие-то страшные описания. Ну, условно говоря, очень сложно найти правильное описание того, что это такое, что такое порфирия, как с этим бороться и так далее. То есть это обычно большой текст, и совершенно непонятно, что с этим делать. И вот участники проекта этого решили следующим образом. Они сделали такой, давайте назовем это все-таки как бы сайт, long read, инфографику, то есть что-то визуальное, что коммуницирует с читателем и рассказывает ему о том, что же такое порфирия в виде случая конкретного человека. Вот описан конкретный случай, вы потом по ссылке можете перейти и посмотреть. Это действительно очень эмоционально затрагивает, и там, в общем-то, описывается по шагам, что и произошло с Настей, и что можно было бы избежать, и в конце концов человек умер. И что надо было бы сделать, чтобы человек избежал смерти. В общем, вот в таком формате подача информации, она намного эффективнее влияет на человека, и намного проще разобраться вот в сложных вещах, в диагностике и так далее. Обязательно советую действительно посмотреть вот это. Следующий пример, Long Grid, вот, как спросили, вот, что же, как это связано, вот, связано следующим образом, что когда мы хотим рассказать о сложных каких-то проблемах или вещах, да, нам не всегда достаточно просто какой-то статьи, разделы на сайте и так далее. Нам хочется рассказать полностью, и это можно сделать именно вот в таком формате, в формате Long Grid. И, например, вот это, если вы переведете по ссылке, вы увидите, что там описывается такая некая теория аутизма, и она, этот материал достаточно большой, он очень большой, он на Medium, и сделан, и он действительно большой, но он дает вам полное понимание того, что вообще такое. То есть будет более понятно, если вы это прочтете. Вопрос по поводу аудиозаписи, как ни странно, но будет видеозапись, потому что я не только говорим, но я еще и слайды показываю, поэтому, конечно же, будет. Двигаемся дальше. И приду конкретный пример. Например, буквально недавно мы работали со студентами Высшей школы экономики на курсе по созданию социального медиапроекта. И вот просто один из примеров того, что люди создали, это такой материал, в том числе Long Read, который привлекает внимание к тому, как нужно детям объяснять, как вообще, то есть как им взаимодействовать с детьми с особенностями в развитии. И это тоже очень важно, то есть такой тип материала помогает объяснить сложные вещи, опять же, простым языком и показать, как это работает. Также советую обязательно зайти и посмотреть. Пройти по ссылке не получается. Ну, для того, чтобы пройти по ссылке, нужно скачать презентацию. Здесь не кликабельно, где я показываю. Так, двигаемся дальше. Ну, да, но, честно говоря, как бы проще скачать. Да. И если мы будем обращаться, опять же, к, например, вот деятельности организации, как вот сбору средств на какие-то вот решения каких-то проблем, да, то это обычно какие-то компании по сбору средств. Как мы знаем, что обычно на сайте это какая-то кнопочка одна, обычно висит, да. В лучшем случае это может быть какой-то раздел на сайте, но, опять же, он не всегда дает полное понимание о том, вообще, что это такое и для чего вообще собираются деньги. И вот, опять же, long read позволяет в том числе полностью объяснить, для чего, например, вы собираете деньги. То есть вы можете сделать такой некий медиапроект под конкретный сбор средств, где вы даете всю необходимую информацию в одном месте. Когда человеку не нужно искать, не нужно переходить на какие-то ссылки, а он получает все в одном месте. Также он, например, может нажать на кнопку и перейти на непосредственно страницу на вашем сайте, где он может совершить пожертвование. И по поводу отчета, как бы, то, что лично знаю Дашу и Charity Shop, и этот магазин очень с хорошей такой бизнес-моделью, которая помогает, как бы, тем, что он принимает у людей одежду, которую, собственно, они не носят, которые находятся в хорошем состоянии. Они ее продают, эти средства передают там фондам определенным, да, либо организациям, которые нуждаются именно в средствах. В общем, и в том числе, вот, например, они делают такие отчеты, да, чтобы было понятно, как это все у них работает. И, например, в таком визуальном формате там намного лучше воспринимается, чем если бы это была какая-то таблица привычная. Или слайды опережают, слайды опережают рассказ. Как это, как это? Нет, я вот рассказываю именно о Charity Shop сейчас. И, как бы, окей. В общем, если у вас уже что-то происходит, может быть, там меняется как-то немножко долго, но я надеюсь, что все окей. Ладно, двигаемся дальше. В общем, я хотел этим сказать, что визуальное, вот, как бы, выражение отчета, вашей деятельности, это намного привлекательнее, потому что, во-первых, вы можете поделиться этой информацией в социальных сетях. И если это интересно сделано, то, во-первых, люди начнут делиться друг с другом, и таким образом даже больше людей узнают о том, что вы делаете, и больше людей узнают о вашей организации, и таким образом вы сможете увеличить вашу целевую аудиторию. Да, и вот так как все-таки люди спрашивают, а почему же лонгрид, и вообще что это такое? И вот, собственно, такой специальный слайд для тех, кто спрашивал. Итак, резюмируя все, можно сказать, что лонгрид все-таки это такая возможность создать медиапродукт, который позволит вам рассказать историю, и рассказать эту историю полностью. То есть уже, как я говорил, что если у вас есть какая-то такая сложная тематика, о которой вы хотите рассказать, то нельзя обойтись, например, просто каким-то текстом, необходимо сделать что-то еще. И вот именно лонгрид, то есть в дословном переводе это долгое чтение, это материалы, которые, например, с бесконечным скроллом, или которые вы просто смотрите, листаете вниз-вниз-вниз-вниз-вниз, они практически бесконечные, либо могут быть там с перекрестными ссылками и так далее, но, тем не менее, вот именно об этом мы сейчас говорим, и они позволяют рассказать полную историю. Потому что повествование истории воспринимается именно хорошо вот в таком формате листания. То есть когда мы начинаем, и вот, собственно, переходим все дальше, 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 и нам не надо переходить на перекрестные какие-то ссылки, у нас контент остается. И что немаловажно, вторым пунктом это то, что действительно, так как текста часто бывает мало, необходимо показать что-то еще. И вот что-то еще, это может быть все, что угодно. Это может быть видео, это может быть аудиофайлы, это может быть фотография, инфографика, карты вставленные, что-то еще. То есть вот все то, что поможет вам рассказать вашу историю. И вот сегодня мы будем говорить о тех платформах, которые позволяют это делать. В частности, конечно же, мы уже проводили вебинары по конкретным платформам, но сегодня я хотел бы просто сделать такой подбор, который вам даст вот как бы понимание, в принципе, что вам следует использовать для того, чтобы создать вот такие, ну, материалы собственноручно. Третий пункт это увеличить увлеченность и привлечь больше внимания. Это, естественно, работает. Почему? Потому что, во-первых, так как вы рассказываете историю, само понятие стори-теллинга, оно вносит вот некий интерес, да, и намного интереснее воспринимать не голые факты, да, а конкретную историю. То есть, например, если вы рассказываете, вот, например, того, что я говорил, если вы рассказываете о какой-то болезни серьезной, да, когда это просто факты, это не так эмоционально вас затрагивает, когда, если бы вы рассказывали вот как историю конкретного человека, потому что через призму человека мы воспринимаем намного сильнее и намного сильнее понимаем, что это действительно важно. И тем самым, если вы делаете, например, лонгриды с помощью тех инструментов, которые сегодня я покажу, или там стандартных, которые вы знаете, да, то, в принципе, как я уже говорил, с дизайном, ну, я не знаю, практически невозможно там ошибиться, да, и вы всегда в любом случае сделаете красиво. А если это красиво, это интересно, и этим захочется поделиться, и это больше привлекает внимание и людей. Так, Мария, ну, можно, да. И создать что-то значимое, в принципе, это, ну, логично, да, то есть вы можете создать некий лонгрид, например, да, или какой-то медиаматериал просто, который будет касательно какой-то проблемы, вы его один раз создали, и вот он будет существовать, и каждый раз, например, там, вы можете его обновлять, либо, там, дополнять как-то, но в любом случае вы можете всегда его использовать, и он может когда-либо помочь людям. Вот, например, как тот материал, связанный с порфирией, мне кажется, что этот материал действительно может помочь человеку, потому что если он его найдет, он пройдет по тем шагам, он быстро произведет, порфирию у него или нет, ну, либо там с помощью специалистов, да, и он хотя бы будет понимать, куда ему идти, что делать, и это, возможно, действительно спасет, там, ему жизнь. То есть получается, что публикуя некий материал, который говорит о важном, да, он может спасти жизни людей, то это действительно так. И вот это нужно понимать, что в ваших руках вот сейчас, да и в руках вот каждого человека, да, есть инструменты, с помощью которых мы можем спасать жизни других людей. Потому что сейчас интернет, да, все достаточно просто, близко. Вы максимально, что вы затрачиваете, это вы затрачиваете свое время. Ну, и, естественно, там некие знания, которые вам нужны для того, чтобы собрать информацию. Поэтому надеюсь, что вопросы по поводу того, что он как-то связан с лонгридами, надеюсь, они как бы уже пропали. А есть ли по этому блок какие-то вопросы? Так, вопросов, я думаю, что нет, да? Меня вообще слышно? Хорошо, все нормально? А то я, может, рассказываю, а не слышно. Так, окей. Да, и вот сейчас поговорим все-таки о такой подборке инструментов, которые помогут вам создать это все самостоятельно. Три такие вот буквы DIY, вот просьба их вот очень запомнить, потому что они очень часто встречаются, как бы вообще, да, и эта аббревиатура расшифровывается как do it yourself. Сделай это сам. Вот даже есть такой очень интересный ресурс, doityourself.org. Так же советую посмотреть. В общем, я просто очень вас прошу, начните делать многие вещи самостоятельно. Это не так сложно, это затрата времени, но в том числе вы потом, это окупится в будущем. Поэтому вот эти три буквы, они очень важны. То есть, конечно, можно там по привычке просить других людей что-то сделать, но поверьте мне, что когда вы получите какой-то навык сделать это самостоятельно, это будет намного лучше. Ссылку на... Вот сейчас напишу. Да, вот уже Наталья написала. Отлично, спасибо. В общем, там просто очень интересные такие моменты, обучающие, да, когда дети могут, например, делать что-то и, в общем, делать это самостоятельно. Это важно. Итак, хорошо, двигаемся дальше. И, в общем, собственно, что же нам потребуется? Как вначале было заявлено, мы говорим сегодня о том вообще, как представить вот деятельность некоммерческой организации в таких форматах, как Longread, сайт социальной компании, либо отчет, либо что-то еще. То есть, как сделать цифровое медиа, не умея программировать. И, в принципе, это реально. Нет звука. У меня есть звук. Ну, в общем, перезагрузить попрошу. Да, и вот если говорить вот в общем, да, то, в принципе, на самом деле для полноценного создания медиапроекта особо много ничего не нужно. Нужен контент разного типа, да, и нужны инструменты, с помощью которых вы этот контент соберете вместе. И вот я просто выделил тут несколько таких разделов, которые, в принципе, банально понятны. То есть, во-первых, когда вы создаете что-то, что имеет помимо текста что-то еще, да, ну, скорее всего, это какие-то изображения. И это в первую очередь, например, графические элементы, то есть в том числе и инфографика, но я имею в виду, например, какие-то баннеры и так далее. Canva — это сервис, который позволяет вам делать все это очень просто, онлайн, бесплатно и в вашем браузере. Не нужно ничего устанавливать, это работает действительно хорошо. Если вам нужны какие-то иконки бесплатно, а это очень пригодится, если вы делаете, например, какую-то инфографику или что-то еще, это IconFinder или TheNoneProject. Ну, IconFinder просто хорош тем, что он подойдет именно для людей, которые не имеют никаких там специальных навыков. То есть, условно говоря, там вы можете найти разные типы иконки, не просто там черно-белые, а какие-то цветные, там плоского дизайна и так далее. И там вообще различные есть. Сейчас там просто будут дальше слайды, я покажу. Если вам нужно поработать с цифрами, с таблицами с некоторыми, да, то и сделать это красиво, интерактивно, то есть сервис Инфограмм. Если вы хотите найти бесплатные изображения и много чего бесплатного, и какой-то вот визуальный контент сделать, да, то, как я уже говорил, вот в предыдущих вебинарах, просто так использовать фотографии из поисковика нельзя. Можно использовать только те, которые распространяются по Creative Commons. И, да, вот Екатерина пишет по поводу классного лонгрида есть, да, я сейчас об этом, кстати, тоже скажу, да. Вот, и если вам нужен какой-то визуальный контент, фотографии, мокапы и так далее, есть отличный такой сайт, который является интегратором, он собирает в себе много других сайтов, это All The Free Stock. Вот это то, что пользуюсь, вот чем пользуюсь я обычно. Например, создание лонгрида или сайта, вот я выбрал тильду из последних, что существует, на самом деле их достаточно много, но тильда, она более проста, вот реально там с дизайном ошибиться нельзя. Вот как бы вы плохо не сделали, вот будет реально хорошо смотреться. И вот я вот сегодня покажу как, что, ну, действительно, нереально ошибиться. И работа с текстом, вот, в принципе, у меня, честно, на компьютере не установлено, в Word никакого ничего. Вот у меня, я обычно делаю это в Google документах. И теперь еще раз резюмирую, чтобы было понятно, почему это все онлайн-сервисы. Во-первых, потому что вы не зависите от компьютера. Например, вы пришли на работу, на рабочем компьютере что-то делаете, потом пришли, например, к себе домой, и вам нужно что-то доделать. И поверьте мне, что это очень просто сделать, просто открыв там определенные ссылки в вашем браузере. Либо вам там нужно еще где-то на чужом компьютере что-то открыть. В общем, когда вы не зависите от каких-то конкретных программ и компьютеров, поверьте мне, это намного эффективнее. Вот. Ну, это как бы каждому свое, безусловно, но тем не менее, вот просто задумайтесь об этом. Да, и вот как Екатерина дала ссылку на лонгриды Вектора, да, мы очень любим, в принципе, эту школу, эти онлайн-курсы. Это, ну, назовем это курсы по урбанистике, скорее всего, да, это онлайн-курсы, которые позволяют людям делать исследования. И вот именно раздел лонгридов – это такие финальные исследования в виде медиапроектов, которые делают студенты. То есть вот люди проходят онлайн-курсы, делают некие исследования и потом публикуют лонгриды. И действительно, я советую почитать, там много чего интересного. из разных городов России. Мне кажется, не только России. Так. Так-так-так, я просто читаю. Может, пишете? Да, хорошо, если есть интернет во всех местах. Ну, честно говоря, возможно, вы правы, что бывают ситуации, когда интернета нет, и, возможно, в этих случаях там это не совсем поможет. Но если мы будем говорить о каких-то вот стандартных там ситуациях, о городах, наверное, все-таки сейчас интернет уже достаточно имеет большое проникновение. Вот. Поэтому... Ну, да. Да, Екатерина говорит, что на русском языке лонгриды – да. И буквально несколько слайдов перед тем, как я начну показывать все. Итак, Canva, то, что я говорил, – это отличный инструмент, с помощью которого можно делать различные баннеры, постеры, изображения для социальных сетей, то есть вот то, что превью для сайтов, все что угодно. И действительно, я этим лично пользуюсь. Это бесплатно, есть платные аккаунты, но бесплатные позволяют делать достаточно много. За iconfinder, вот как я говорил уже, вот как вы видите, тут, например, если ввести там иконки, связанные с сантой, да, то тут можно выбрать, во-первых, бесплатного, во-вторых, можно выбрать разного типа. И вот если Flat Design выбрать плоский, да, то можно достаточно много найти интересных иконок, которые также можно использовать в своих проектах. Единственное, что бесплатно нужно указывать обязательно атрибуцию, то есть ссылку на источник и на автора. Iconfinder, он бесплатен, есть платная версия. Ирина спрашивает, да, есть бесплатная версия. Но почему я его не указал? Просто потому, что, еще раз, там достаточно много все-таки, назовем так, черно-белых иконок, которые, в принципе, можно потом изменять, но если вы не готовы этим заниматься, то это не всегда подойдет. То есть, ну, просто... Так, Ирина, я, наверное, перепутал все-таки, если я сейчас рассказываю про Iconfinder, да, он бесплатен. Есть платный аккаунт. Второй сервис, который я имел в виду, который я не указал, это TheNoneProject. Вот, да-да. То есть, еще раз, это бесплатно. Видите, есть там раздел, если вы на картинке видите прайс, если вы поставите фри, то вы можете найти те иконки, которые бесплатны. Вот, поэтому это бесплатно. Окей. Дальше. All the free stock – это вот тот агрегатор, о котором я вам говорил. То есть, здесь, в принципе, вы можете найти много чего интересного. Если вот откроете раздел free stock photos, есть несколько ресурсов, которые позволяют вам искать фотографии по ключевым словам. Плюс, например, вот есть возможность искать по цветам. Вот, просто, как вы видите, в поисковой строке написан цвет. На самом деле, там просто можно сначала выбрать цвет. Например, я выбрал красный. И можно подобрать бесплатные фотографии, на которых присутствует красный цвет, так или иначе. И это очень удобно. То есть, например, когда вы делаете, ну, там, в определенном дизайне что-то или подбираете какие-то материалы, это действительно удобно. И фотографии потом скачиваются в большом разрешении. Они бесплатны. На некоторых также надо указывать атрибуцию, на некоторых нет. То есть, creative commons я имею в виду. Если нет, то это public domain. То есть, это, в принципе, свободное использование даже для коммерческих целей. Инфограмма. Также очень люблю этот сервис, потому что это сделали ребята, по-моему, из бывшего постсоветского пространства. Точно откуда не могу сказать. Но это классный ресурс, которым я вот пользуюсь буквально сначала. И он позволяет делать интерактивные графики, легкую инфографику и так далее. И вот я сейчас буду показывать, когда... В принципе, это намного интереснее, поверьте мне, чем делать графики и таблицы, например, в Excel. То есть, потому что... Да, из Риги инфограмм. Здорово, спасибо. То есть, во-первых, действительно, он интерактивный. И интерактивность в том, что человек может взаимодействовать с инфографикой, кликать, узнавать что-то и так далее. Опять же, это привлекает внимание человека, да. Он может как бы погружаться вот в исследование, да. Он не просто видит график, а может сам что-то там посмотреть, какие-то промежуточные значения. В общем, намного это интереснее. И Tilda, собственно, Tilda. Tilda – это платформа, которую мы уже проводили вебинар, и которая позволяет вам создавать лонгриды. Ну, не только лонгриды, но и, в принципе, одностраничные сайты. Потому что это может быть все, что угодно. И не только одностраничные сайты, на самом деле. Тут можно создавать полноценные сайты. Тут некоторая такая сложность есть в этом, но, тем не менее, это возможно. Но базовая потребность вот как бы лонгриды – это работает очень здорово. Изначально Tilda была, собственно, для этого. Так, Typeform для создания опросных форм. Да, тоже хороший инструмент. Мы тоже делали о нем, я делал о нем видеоурок. Это когда вы создаете опросные, ну, то есть анкеты. В принципе, сейчас Google-формы обновились, и они выглядят более приемлемо. Но Typeform, да, они позволяют делать более интерактивно, что ли. Поэтому, если вам нужно сделать какие-то опросы, вы также можете как бы использовать Typeform. А потом, например, с помощью кода вставить какой-то сайт лонгрид. Так, теперь давайте посмотрим, как это работает. Я очень надеюсь, что у меня не будет проблем с интернетом. Я сейчас включу свой экран. Так. Давайте я пока перед включением… Давайте, вопросы есть какие-нибудь, потому что я просто потом буду переключаться, чтобы просто не отвлекаться. Если есть вопросы, я, в принципе, могу ответить на них сейчас. Если нет, то давайте тогда потом. Да, давайте, в общем, я еще раз просто вернусь на один слайд. Еще раз покажу. Ну, бум-бум-бум. Так, сейчас. Вот этот слайд. То есть вот этот набор инструментов действительно поможет вам сделать самостоятельно классные вещи в вашем браузере. Вот просто это вот важно отметить. И, конечно, вы можете использовать что-то другое, но этого достаточно. Так, хорошо. Сейчас я включу. Честно говоря, это может притормаживать, но как бы не от меня зависит. Так. Сейчас вы должны видеть то, что вижу я. Да, отлично. Я буду переключаться, смотреть, какие-то замечания или нет. Так, IconFinder я быстро покажу. Как я уже сказал, что, например, вы хотите найти какие-то иконки для Санта Клауса или с новогодней какие-то, да, там, например, New Year. То есть, опять же, это все быстро. Вы можете найти бесплатный, Flat Design. И вот когда вы нажимаете, вы можете скачать в PNG. Есть разные размеры. Если вот, например, только один на 100 на 100, возможно, другие какие-то варианты. И, как вы видите, лицензия – это бесплатно для коммерческого использования. То есть нужно просто включить ссылку на авторы, и это все. То есть если вы делаете какой-то даже бизнес-проект, вы можете использовать свободно. Вот. Поэтому это достаточно удобно. И, конечно, этот сервис, ну, вот мне нравится больше, чем второй, который я говорил, это The Noun Project. Я его сейчас открою тоже. Это тоже сервис позволяет найти иконки. Ну, как вы видите, они здесь... Их больше, но с ними надо работать. Например, если вы хотите сделать, чтобы они были цветные и так далее, они, условно говоря, в таком виде. Но огромный плюс в том, что здесь есть возможность скачать векторные иконки. То есть советую вам покопаться, и действительно много. То есть с помощью этого можно делать полноценные логотипы, баннеры и так далее. То есть вы можете это добавлять просто. Так, я тогда переключусь. Пока... Так-так-так, сейчас... Мне так неудобно. Ну, ладно. Будем так. Как учитывать авторство иконок фото? Давать ссылку на сайт IconFinder? Нет. Ну, вот смотрите, допустим... Ну, вот иконка. Creative Commons. Вот вы просто берете и вот ссылку вставляете... Сейчас. В принципе, достаточно ссылка непосредственно на иконку и автора. Тут просто показывает... Вот видите, вот тут написано «Buy Clockwise». И вот когда вы скачиваете, например, в PNG, видите «Purchase Royals Free». Или «Free» и «Give Credit» как раз это вот указать ссылку. То есть, в принципе, все скачалось. И видите, вот здесь «Created by Clockwise from Now Project». То есть, в принципе, вот этого достаточно с активной ссылкой желательно, но если это возможно, на вот эту вот... На эту страницу, откуда вы скачали. Ну, то есть вот на эту страницу вы просто эту ссылку копируете и все. Так, у меня что-то на ноутбук взлетает. Такой звук раздается. Так, сейчас. Прошу прощения, что-то у меня тут много всего. Окей. Двигаемся дальше тогда. И я покажу следующее. Это инфограмм. Когда вы уже зарегистрируетесь, в принципе, вы увидите следующее. Во-первых, можно создавать три типа. На самом деле это одно и то же, по сути, но тем не менее. Это инфографику или отчет, это график конкретный, либо это карта. Карта, вы можете сделать что-то с картой. Ну, как вы видите, что более подробные карты, например, если какие-то метки ставят, то это доступно по платной версии. Но это не особо важно здесь, потому что основные – это графики и так далее. То есть вы можете создать очень много чартов различных. И это интерактивно. То есть вот, допустим, по умолчанию что-то у вас как пример есть. И в чем интерактивность? В том, что, во-первых, человек может сам переключать, как вы видите. То есть взаимодействие вот с графиком, оно очень положительное, да, и намного это лучше, чем если бы просто это была картинка. Значит, если мы забегаем немножко вперед и говорим о том, чтобы это использовать в тильде, я вот как раз сегодня пробовал сделать это. то, к сожалению, тильда в бесплатной версии не позволяет публиковать iFrame, то есть, да, вставлять, как вы видите, вот код. Когда вы публикуете публично, то есть есть ссылка, и вы можете готовый график опубликовать, ну, то есть вставить с помощью кода. Так вот, тильда не позволяет это делать в бесплатной версии, но лайфхак такой, вы можете просто взять, допустим, сделать print screen, картинку сделать, вставить ее, а просто потом при нажатии на картинку человек может перейти вот на эту ссылку общую, и тогда он уже может более подробно изучить, что здесь происходит. В принципе, это тоже работает. Почему нет? Ну, либо вы можете заплатить. То есть, вот так. И я просто в двух словах, опять же, просто я не буду подробно показывать, как это работает, потому что у нас уже были вебинары об этом, но тем не менее могу рассказать, как бы, что это такое. То есть здесь очень здорово все работает. Во-первых, вы данные можете импортировать из таблиц, из Google таблиц, можете вручную вставлять. Ну, то есть все банально. Помимо всего прочего, вы можете добавлять сюда текст, фото и так далее. И, как видите, вы можете сделать такой, ну, не знаю, как долгий такой отчет, как, условно говоря, в том числе, лом-кредит. То есть, когда вы совмещаете несколько блоков в одном, да, и, как вы видите, по одной ссылке открывается несколько графиков, вот. И можно это... Это достаточно удобно, на самом деле. Ну, и в двух словах, как это делается, да, просто в каждом графике есть таблица, как обычно, вы можете ее вставить из Google Drive, из Dropbox, откуда-то JSON-файла, либо OneDrive, либо заполнить вручную, и все. То есть, в принципе, работа прост. И вот еще раз говорю, большой плюс инфограммы – это в том, что ваши графики интерактивны, и интерактивность в том, что люди могут нажимать, смотреть, изучать. То есть, это, в принципе, важно. Таким образом, вы увеличиваете вовлечение. Так, перейду назад. Все окей. С инфограммом понятно, то есть, еще раз, вы можете сделать print screen просто, как я уже говорил, и вставить его потом... Ну, я просто это покажу, наверное. Так, давайте это закроем. Переходим тогда к Canva. Я, наверное, открою сейчас что-нибудь вот это. Canva – это то, что позволяет вам делать классные... Ну, просто какие-то постеры, все что угодно вообще. То есть, это небольшой такой Photoshop, условно говоря, ну, только достаточно простое в обращении. То есть, в принципе, он позволяет вам делать какие-то изображения для разных медиаформатов. То есть, вот, как видите, например, можно создать для социальных медиа, для презентации картинку, для постера, для Facebook cover, да, для Facebook post. И тут их, на самом деле, очень много. Как вы видите, вы можете выбрать то, что вам подходит. И в том числе, когда вы не нашли те размеры, которые вам нужны, изображения, да, то есть, как мы знаем, что, например, для разных сайтов нужны разные изображения, вы можете сделать это вручную и задать то изображение, того, какого размера, который вам нужно. Просто сейчас покажу быстренько, например, вот, есть такое понятие, как инфографика, тут в том числе... Так, сейчас я ее найду. Инфографика. Да. Тут она не совсем как бы просто создается, но, тем не менее, это можно сделать. Опять же, это в браузере работает, вам ничего не нужно. Вот, есть несколько шаблонов. Вы просто нажимаете, и вот у вас получаются некоторые элементы, которые... Сейчас я понажимаю. Как видите, это просто... Ну, то есть, элементы, которые добавляются на поле, да, и вот имеют там свой цвет и так далее, то есть, это набор элементов. Все это вручную можно создать. Опять же, советую посмотреть вебинар или видеоурок по канве, потому что это очень важный и действительно полезный инструмент. Но вот просто если делать обзор какой-то, то тут есть элементы, и их очень много. Это иконки, это шейпы, это... Иконок достаточно много. Есть даже бесплатные фотографии, которые вы можете использовать. Есть вот такие иллюстрации. То есть, ну, в принципе, работает все просто. Вы делаете что-то, перетаскиваете, уменьшаете размеры, можно добавлять текст и так далее. И просто для того, чтобы понять, что дальше вы можете это скачать. И скачать достаточно в хорошем качестве, например, в PNG. Сейчас мы скачаем и просто я посмотрю. То есть, я хочу вам показать, что действительно в хорошем качестве. Сейчас увеличу картинку, вы увидите. Так, сейчас это скачивается. То есть, если вы это делали с помощью бесплатных каких-то... Да, вот, скачалось, вот смотрите. Вот я вот увеличиваю, увеличиваю. Вот, в принципе, вот это, наверное, 100% где-то. Как вы видите, картинка действительно большая, и она в хорошем качестве, и это бесплатно. И вы можете создать такую инфографику, либо что-то еще, и вставить потом в свой лонг-кейд, в том числе, либо на ваш сайт. Так, переключусь обратно и спрошу, все ли понятно. Переключился. Так. Вопросов нет. Окей, с Canva понятно. Вот реально очень советую. Это действительно очень классный инструмент. То есть, если вам нужно создать что-то, что потом вставить на какой-то сайт, я сейчас просто покажу, это очень хорошо работает. Так. Ну и давайте тогда переходим тогда к последнему. Это непосредственно к созданию лонгрида. Я уже проводил вебинар по Тильде. Проводил вебинар по Тильде. Видеоурок точно делал. Да, видеоурок точно делал. Вот. И это такая платформа, которая действительно позволяет вам делать все очень просто. Давайте начнем сначала. То есть, когда вы регистрируетесь, вы переходите в свой профайл, вы можете создать свой сайт, который будет состоять из нескольких страниц, например, да, либо из одной страницы. Я быстренько переключусь на тарифы. Просто вам сказать, что Тильда бесплатно позволяет вам создавать один проект, в котором будут объединены не более 50 страниц и загружаемые файлы 50 мегабайт, не более. Но большой плюс в том, что здесь можно подгружать картинки с внешних сервисов. Например, если у вас есть Google Drive или Dropbox, вы можете загрузить все картинки туда, а потом цеплять оттуда. Соответственно, трафик не будет идти, то есть не будет считаться вот этот объем загруженных файлов. Итак, когда вы создаете сайт, вы создаете страницы. Вот я уже создал страницу. Например, «Зима в городе», да? Все достаточно просто. Давайте я просто, да, для примера покажу, как это создается еще раз. Вы можете создать новую страницу. И тут намного все проще. Как я уже говорил, с дизайном ошибиться невозможно, потому что тут много шаблонов, которые уже заполнены. Все, что вам нужно сделать, это выбрать более приемлемый для вас шаблон, посмотреть, как он работает, и просто потом взять его и изменить. То есть, допустим, возьмем вот этот шаблон. Давайте вот этот. Выбирая его, просто загружается уже как бы готовый long read, условно говоря. И вы просто... Все, что вам нужно сделать, это изменить параметры, контент, и все как бы заменить на свое. То есть, перед тем, как делать, вы берете, просто готовите какие-то материалы о том, что хотите рассказать, и вперед. То есть, все меняется очень быстро. Ничего не нужно делать. Думать о дизайне. Есть много... Тут просто набор блоков, это конструктор. У каждого блока есть, опять же, минимальные свои настройки, которые изменяются, как вы видите. Вот. И это очень легко, и тут очень много блоков разного типа. Вот. Скажем так. То есть... Ну, наверное, понятно. Да. А теперь я просто хочу показать... Ой, я, наверное, закрыл сейчас. Sorry. Так, входим. Переходим в свой сайт. Зима в городе. Вот. И, то есть, я просто кратко создал вот такую штуку. То есть, она состоит из блоков. Вот есть блок первый, то есть, здесь есть фотография, потом текст. То есть, если нажать на контент, вот, пожалуйста, вот фотография загружается с локальным компьютером, вот текст вставляется. Далее, такие какие-то тексты, там, можно написать, да, просто потом такие разделы создать. В общем, там, текст на фоне фото, что-то еще, цитату какую-то, видео вставить. И, там, например, там, кнопочку сделать. И социальные сети. То есть, условно говоря, например, там, вымышленная, там, например, компания какого-то фонда, который помогает детям, которые построены на том, что дети из... без родителей, которые живут, они могут научиться с помощью, там, жителей города, научиться кататься на коньках, на катках. То есть, таким образом, с помощью такого красивого лонгрида вы можете привлечь внимание людей и рассказать им, что это было бы здорово, если бы вы помогли, например, детям научиться кататься на коньках. То есть, это просто сделал, ну, буквально за, там, пять минут. Я просто набросал какие-то, там, слова. Но, тем не менее, вы можете сделать это. И, как видите, ну, вот реально плохо сделать невозможно. То есть, это будет более-менее смотреться адекватно и красиво. Вот. И если вы расскажете красиво о какой-то важной проблеме, то, поверьте мне, этим лонгридом будут делиться люди и, как бы, привлекать внимание к тому, что вы делаете и помогать вам. Вот. А вы можете потом поставить кнопку, например, как я уже говорил, допустим, ну, записаться, я имел в виду на каток, либо там пожертвовать деньги и так далее. Вы можете любую ссылку сделать. Вот если нажать сейчас, то просто вы перейдете на каток около ГУМа. Вот. Собственно, достаточно все просто. И все, что вам нужно, это просто вот набрать тех инструментов, набрать те инструменты, которые помогут вам создать. И вот, как я уже говорил, ну, давайте просто для примера вставим изображение, вот ту инфографику, которую, как бы, мы создали в Canva. Вы просто вот так берете, загружаете, и все. И нажимая предпросмотр, вы можете вот, у вас загрузилось. То есть все достаточно просто. То есть сочетая инструменты между собой, вы в результате получаете достаточно неплохой вариант, который достаточно хорошо работает. То есть после того, как вы все создали, вы нажимаете опубликовать. Вот. И все. И теперь вот по этой ссылке вы все можете посмотреть, ну, то есть как бы, то, что я сделал, буквально за несколько минут. Так, давайте я выключу, наверное, демонстрацию экрана пока, чтобы просто посмотреть, что вы написали. Так. Окей. Вот. Давайте я прочитаю, что вы писали. Так, так, так. Так, так. Там много вы понаписали, это хорошо. Во-первых, цеплять с дурбокса ссылки можно, как я уже сказал, да, то есть с внешних ресурсов. У Canva действительно есть раздел Академии дизайна. Спасибо за ссылку, что напомнили. Я сам лично пользуюсь этим. То есть это такие небольшие уроки, которые позволяют вам лучше ориентироваться в дизайне, делать лучшие вещи. То есть там прям показывается, как можно делать, например, как лучше сочетать цвета и так далее. Екатерина спрашивает про ReadyMac. Да, я знаю про ReadyMac, но по сравнению с Tilday сроки и время, затрачивая на создание Long Read, у ReadyMac намного больше. Потому что здесь есть конечные блоки, которые быстро изменяются, там у нас достаточно все вручное, но в принципе это тоже работает. Каждый может подобрать инструменты для себя, но вот я в последнее время выбрал именно Tildo, только потому что это просто очень быстро. Это если вы заготовили тексты, заготовили картинки, какие-то видео и что-то еще, это буквально полчаса, и вы все сделали. Так, видеоурок по Tildo, который вы предлагали, доступен к просмотру. Да, видеоурок доступен к просмотру. Если что, я сейчас могу его найти. Так, сейчас я буквально загружаю, посмотрю другие вопросы. Так, сейчас. Про, да, так, 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 да, про блоки. Блоки в Tildo можно добавлять местами менять, то есть делать все, что угодно. С ними это как конструктор, реально. Значит, видео с YouTube пристегивается и с Vimeo тоже. Хорошая идея компании, спасибо. Tildo это всегда одностраничник перехода в губь. Нет, нет, Ольга. Tildo это инструмент, который позволяет вам делать многостраничный сайт. То есть вы создаете несколько страниц и, собственно, как переходит, вы можете создать меню, в том числе, да, то есть это возможно. И вы можете делать многостраничные сайты. Но это должно быть не более 50 страниц между собой. Так, с доменом именем спрашивают, как быть. Tildo бесплатно позволяет размещать на своем домене, как вы видите, вот ссылка у меня получилась, да, на Tildo. В принципе, это не страшно. Но вы можете перетянуть это на свой домен, это Tildo позволяет делать, многие так делают. На самом деле, Tildo пользуется, вы не поверите, вообще разной организацией, вплоть до каких-то новостных ресурсов федеральных, потому что это действительно очень удобно. Поэтому они просто размещают материал на Tildo, перетаскивают к себе на домен или на поддомен, и получаются ссылки как бы на их сайте, но выглядят совсем по-другому. Я имею в виду по-другому, в отличие от их сайта, но зато очень красиво. Где вы рекомендуете размещать лонгриды? У каждого лонгриды есть, собственно, своя ссылка, по сути, это маленький сайт, поэтому все, что вам необходимо сделать, потом рассказать и запостить это в ваши социальные сети, рассказать вашу целевую аудиторию с помощью рассылки и так далее. То есть это то, что висит всегда как сайт, поэтому публиковать где-то в специальном месте, я думаю, что... Так. Прицеплена с дропбокса картинка сразу видна читателю при входе. Ну да. Ну то есть, вот я, например, картинку вот с коньками, я могу ее также загрузить с дропбокса, и это будет выглядеть то же самое, как будто бы я ее с локальным компьютером загрузил, никакой разницы вообще нет. Защита от взлома. Я даже не знаю, во-первых, зачем это нужно кому-то, во-вторых, я думаю, что есть, конечно, потому что Тильда это платформа, она стремится делать так, чтобы больше людей все-таки пользовалось этой платформой, она думает о безопасности. Мое мнение такое. Где можно найти запись на что, на вебинар, она будет размещена в мероприятии в Фейсбуке либо на нашем сайте Теплицы. Ольга спрашивает, на Тильде можно бесплатно сделать только один лонгрид. Смотрите, вы можете сделать 50 лонгридов, это будет 50 разных страниц. Единственное, что просто ссылки будут длинные, не такие короткие, как вот эти. Но тем не менее, можно сделать. Если они, например, разные. Почему нет? Либо, если это какой-то один проект, никто вам не запрещает зарегистрироваться на другую электронную почту и получить другой аккаунт и делать так же бесплатно дальше. Ну, то есть, лайфхаки существуют разные. Вот. Но так как, говорю, бесплатный аккаунт позволяет вам создавать 50 страниц, каждая страница это может быть отдельным лонгридом. Просто у каждой страницы ссылка будет некоторая, ну, как бы несколько другая. Сейчас я попробую. Сейчас я покажу, какая ссылка будет. Так. То есть, вот если я создал... Ну, да, вот сейчас вот, например, тот пример, который я показывал, просто быстро, да, то вот ссылка будто такого формата. Ну, честно говоря, мне кажется, сейчас ссылка не особо и важна, да, то есть, важен контент. То, что никто вручную уже ссылки не перепечатывает. Естественно, лучше, когда она короткая, но как бы это не сильно вредит. Смотрите, Максим, по поводу лейки, вот как я приводил пример, вот когда вы видели кнопочку, да, ведь вы можете, смотрите, написать много чего-чего-чего там о вашей проблеме, о том, что вы собираете и так далее, там подобное. И вы также можете разместить кнопку, которая будет просто вести на странице на вашем сайте. И это будет правомернее. Почему? Потому что когда люди совершают пожертвования, во-первых, если кнопка или размещение о пожертвовании будет на каком-то лонгриде, где, в принципе, нет особо много информации о вас, законной, да, то это будет как-то не очень понятно. А когда вот человек находится непосредственно на вашем сайте, это уже намного доверительнее. То есть, по сути, если говорить в контексте пожертвований, то здесь лонгрид выполняет роль такого входа, что ли, да, и он позволяет человеку понять, хочет ли он помочь, например, хочет ли он там как-то пожертвовать вам и так далее. То есть вот это как бы точка входа. которая сделана красиво, как красивая история, да, и вот потом человек уже переходит на ваш сайт. Да, Мария спрашивает, можно ли редактировать? Ну, конечно, можно. Я могу даже это показать сейчас. Смотрите, значит, вот. Сейчас, секунду. Так, вы видите мой экран. То есть, вот смотрите, вот сейчас открою, наверное. Так, это я закрою. Вот, здесь. Нет, не здесь. В общем, можно редактировать, это все просто. Поэтому-то и преимущество, на самом деле. Так. Единственное, что, когда вы это делаете, делайте это осторожно. То есть, ну, с точки зрения этикета, что ли, я не знаю, ну, вот представьте себе, когда вы, вот я, например, опубликовал, да, и написал, что зима в городе. А потом я могу взять и написать, в принципе, я могу написать весна в городе, изменить картинку. То есть, может быть, вот так. И тогда при открытии вы получаете следующую, весна в городе. Ну, то есть, формально вы можете менять что угодно, но просто думайте о том, что видели первые люди, и что увидят вторые люди, чтобы у них не было некого диссонанса в том, что вы делаете, да. То есть, не стоит менять лонг рит полностью. Лучше менять, там, ну, как-то тематически, но если вот так изменить, это будет некоторое, как бы, не круто, в общем. Ну, надеюсь, вы поняли мою идею. Перевод на разные языки. Я думаю, что вряд ли. Но вы можете это делать вне, как бы, вне тильды. Заранее изменить просто, а потом вставить на нужном языке. Почтовые сервисы к формам. Да, безусловно. Во-первых, там действительно есть формы. Давайте еще раз покажем. Так, сейчас вы видите, да, видите. Вот, смотрите, если я добавлю сейчас форму, нажимаю плюсик, форма и кнопка. Вот в этом разделе, по идее, позволяет создавать формы. Вот, формы. Но, к сожалению, это в платном аккаунте. Ну, да, да, можно. Опять же, никто вам не запрещает размещать кнопки и вот, как бы, социальные сети, а это, собственно, будет являться, как бы, ссылкой на что-то, да. То есть вы можете написать здесь, записаться и, опять же, перевести на страницу на вашем сайте, где у вас форма обратной связи. И так будет даже правильно, потому что, если вы, например, собираете подписчиков внутри своего сайта, это будет логичнее, чем где-то вовне. Ну, и, во-первых, безопаснее. Вот. Как Long Grid купленная тильзи? У меня два ответа. Первый ответ – это, в принципе, посмотреть там в разделе, там есть этот раздел, и там, в принципе, доступно все объяснено. На самом деле, это вообще несложно. Да, наверное, даже вот это один ответ. Просто посмотрите, есть раздел «Как перенести домен». Действительно, это несложно, да. Все. Так, давайте еще… Есть какие-то, если вопросы? Потому что, в принципе, видите, как хорошо я уложился в час. Наш сайт – это test.ru. Обязательно читайте нас, приходите на следующие вебинары. Надеюсь, было полезно. В принципе, вот моя цель была просто дать вам тот набор инструментов, который позволит вам сделать самостоятельно что-то хорошее. Так. Насколько длинными могут быть Long Grid? Честно говоря, наверное, нет никаких ограничений. Просто вы должны задумываться о том, что когда слишком много информации, то, в принципе, несмотря на то, что они подгружают картинки постепенно, все равно скорость загрузки страницы будет большая. Поэтому я бы не делал там больше, чем, ну, я не знаю, 10 экранов, допустим. Ну, вот как-то из головы это просто. То есть, ну, мне кажется, ограничений нет особо. Так. Вам спасибо. Да, действительно, с наступающим. Есть и так. Education, да. Полноценный веб-сайт сделать на тильде. Ну, смотря, что вы называете полноценным, Мария. То есть, полноценный... Если веб-сайт, где есть статические страницы, страницы, где вы добавляете новости и так далее, да, можно. Ну, это не совсем корректно, но можно. Можно. Так, Наталья, что за вопрос у вас был? Я не ответил на ваш вопрос. А какой был вопрос? Я просто могу пропустить. Можно ли добавлять небольшие видеокартинки? Этот вопрос был. Что такое видеокартинки? Это гифки? Я думаю, да. Кстати, по поводу видео, на заднем плане, например, вот в шапке можно ставить не только фото, но и видео. И это действительно красиво. Хорошо. Вам еще раз большое спасибо, что присоединились. Тогда, я думаю, что видеозапись будет позже сегодня.